Привет, дорогие мои друзья! Сегодня нас с вами ждёт интересная распаковочка, потому что пришёл к нам осциллограф из магазина GearBest. Иван Китай! Это канал, который я хочу порекомендовать вам сегодня. Весёлые, интересные распаковки товаров из Китая с сайта Алиэкспресс. Каждую неделю выходит от двух до четырёх видео. На канале постоянно проводятся конкурсы, поэтому ссылка будет в описании. Моделька этого осциллографа не самая новая, но очень интересная по цене и по функционалу. Как я считаю, это оптимальное соотношение цены и качества. Давайте посмотрим, как же он выглядит. Интересная коробочка, дорогие друзья, она мне очень знакома, только вот немножечко пошире. Дело в том, что в точно такой же коробочке пришёл к нам паяльник. Вот такой вот паяльничек, только эта коробочка чуть-чуть потоньше, а осциллограф потолще. Видимо, это один и тот же бренд. Кстати, паяльник вообще отличный, ссылку на него я вам тоже оставлю в описании. Обзорный этот паяльник был вот в этом видео, поэтому, кто не видел, переходите, смотрите. Ну, а теперь давайте распакуем осциллограф. Это модель DS202. Осциллограф очень маленький, карман на его версии, я бы даже так сказал, можно носить с собой. Я думаю, будет очень удобно. В комплекте у нас с вами вот такой вот диск идёт с драйверами, кабель microUSB для подключения к компьютеру, то есть он, как я понимаю, может осциллограммы сохранять в память и их можно на комп переписывать. Пакетики различные с проводульками, колечки, вот там вот всякие цветные щупы. Ещё один проводочек. Для щупов у нас тут, судя по всему, один только провод, хотя осциллограф этот двухканальный. Осциллограф по большей своей части сенсорный, есть у нас здесь кнопочка включения и ещё одна кнопочка play-pause. То есть здесь всего две кнопочки, всё остальное управление сенсорное. Давайте уберём плёночку. Очень маленький осциллограф, но несмотря на его размер, у этого осциллографа очень хороший функционал. С задней стороны он вот так вот выглядит. Здесь в правом верхнем углу сайт, на котором можно скачать последнюю версию прошивки для этого осциллографа и перепрошить его. В комплекте у нас с вами идёт шестигранничек и здесь у нас с вами болтики, которые он должен откручивать. Давайте посмотрим, что у нас внутри сначала, а потом будем включать уже и смотреть, что из себя представляет этот осциллограф. Выкрутим болтики. Снимаем аккуратненько крышечку. Вот так вот выглядят внутренности. То есть здесь у нас с вами аккумуляторная батарея и начинка. Ну, в общем-то, ничего интересного, поэтому давайте соберём обратно. Всё закрутили, давайте разберёмся с проводочками. Извлекли из упаковки. Проводочек очень мягенький, приятный на ощупь. Сюда, видимо, прикручивается вот эта часть щупа. Далее у нас с вами вот эта штучка одевается вот так вот. Колечко можно сюда по цвету любое нацепить. Но это, наверное, для того, когда у вас два щупа, чтобы вы их местами не путали. И иголочка вставляется. Также есть вот такой вот интересный наконечник. То есть иглу вытаскиваем. Вот так вот вставляем его. И при помощи этого захвата можно фиксировать какому-нибудь зачищенному проводу. Очень удобная штука. Щуп подключается с торца, канал А, канал Б и генератор сигнала также здесь присутствует. Давайте посмотрим, что здесь есть на диске. Вставил диск в CD-ROM из комплекта. Здесь есть у нас английские файлики и китайские. Но китайские нас с вами мало интересуют, поэтому давайте перейдем в английские файлики. Тут доступны инструкции для разных осциллографов, для разных типов. У нас с вами 202 модель. В 203 модели есть описание на русском языке, что меня очень удивило. То есть здесь все по-русски описано. В нашей с вами 202 версии русского описания нет. Если вам интересно, вы можете почитать инструкции от 203 модели. Давайте зайдем в наш с вами 202 осциллограф и посмотрим, что здесь есть. Здесь есть какие-то непонятные файлы на китайском языке. Они нас мало с вами интересуют. DI logo. DS-202 схема. Давайте посмотрим. Вот так вот выглядит схема нашего с вами осциллографа. Папочка с прошивками. Здесь находятся прошивки, но свежие версии есть на сайте. На официальном сайте рекомендую скачивать оттуда. Дальше у нас инструкция, мануал на английском языке. Вот так вот он выглядит, с веселыми картиночками. Все по-английски расписано. Что и почему. Вот здесь вот инструкция прошивки. Навигация по пунктам меню написана, как и что можно делать. Вот посмотрите. Я вам кратенько, конечно, сейчас все расскажу. Но если интересно более подробно, то лучше все-таки почитать в инструкции. Здесь характеристики у нас с вами указаны. И, в общем-то, все. На этом инструкция заканчивается. Если во время работы подключить осциллограф к USB кабелям компьютера, то он тоже у нас определяется как диск. Вот так вот он выглядит. Если в него зайти, здесь мы с вами можем смотреть скрины, которые сделали в процессе работы. Включается осциллограф трехсекундным удержанием кнопки включения, которая находится с торца. То есть загружается, вот, выключается он точно так же трехсекундным удержанием. Только после этого нужно нажать еще верхнюю кнопочку, либо кнопочку S, если мы хотим сохранить параметр. Коротким нажатием мы можем выключить дисплей осциллографа. После этого у нас начинает моргать светодиодная индикация. Для того, чтобы сделать скриншот экрана, нам необходимо удержать вот эту вот верхнюю кнопочку несколько секунд, после чего появляется вот эта вот надпись в правом нижнем углу. Для того, чтобы посмотреть скриншоты, достаточно подключить его к компьютеру при помощи USB кабеля из комплекта. Чтобы обновить прошивку, нам с вами необходимо зажать кнопочку включения, подержать ее немножко, и осциллограф переходит в режим прошивки. То есть после этого подключаем опять же при помощи кабеля к компу, закидываем на диск, который появится, прошивку, файл с прошивкой, перезагружаем, все, с логов прошивается и работает уже с новой прошивкой. Навигация по меню у нас с вами полностью сенсорная, то есть вот такими вот движениями мы можем перемещаться по его пунктам. Менять страницы меню мы можем вот такими вот движениями в верхней части. В нижней у нас, как видите, они не работают, только в верхней листаются страницы меню. Их здесь всего три. При помощи кнопочки S можно скрывать меню. При помощи кнопочки M мы можем заходить в пункты этого самого меню. На странице 1 меню можно менять настройки самих каналов. То есть вот так вот заходим, здесь они меняются. И также у нас с вами присутствует здесь виртуальный канал C. То есть здесь мы с вами можем складывать канал A и канал B. Также можем вычитать из канала A, канал B, менять позицию линии и, соответственно, включать или выключать этот канал. То есть когда мы его включаем, у нас с вами появляется еще одна линия на дисплее. Изменять параметры напряжения и времени мы можем с вами точно так же и без меню. То есть если меню скрыть, вот таким вот образом мы можем перелистывать. Вот видите, 10 вольт. И можем вот так вот уменьшать это значение. Точно так же мы можем во времени изменять интервалы временные. Вот таким вот образом перелистывая. Подключим щуп осциллографа к одному из контактов электрической сети. Возьмем наш с вами Xiaomi фильтр. За землю я вот так вот возьмусь. Подключаем. И видим синусоиды на экране осциллографа. А также частота у нас с вами измеряется. То есть частота сети 50 Гц. Все верно. Осциллограф работает. Одна из интересных опций этого осциллографа это встроенный генератор. То есть вот здесь вот у него выход этого генератора. В меню он настраивается в третьем пункте. Давайте зайдем в настройки. Здесь у нас можно выбирать тип импульсов. Квадратные импульсы, синус, треугольные импульсы и билообразные импульсы. Максимальная частота у нас с вами до 1 МГц. Вот 1 МГц как вы можете видеть. Но 1 МГц доступен только на квадратных импульсах. На всех остальных до 20 КГц. Давайте попробуем подключим щуп осциллографа к генератору и посмотрим. То есть вот как вы можете видеть подключили 20 КГц. У нас все тут пишется, все правильно. Уберем меню и изменим масштаб. То есть вот таким вот образом мы с вами можем приближать и видим тем самым форму сигнала. Включим меню обратно. Зайдем сюда. Вот синус. Также можно изменить. Видите, треугольные импульсы, билообразные импульсы и квадратные импульсы. Вот такие вот дела. В общем-то все работает, все замечательно. Отличная вещица за свои деньги. Маленький, компактный, да еще и со встроенным генератором сигналов. Ссылку на него я вам оставлю в описании под этим видео. Если будете покупать, рекомендую сразу прикупить второй щуп для Б-канала. На него я вам ссылку тоже оставлю. Если видео вам понравилось, пальцы вверх. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Желаю вам всем удачи, добра, моря позитива, хорошего настроения. Пока-пока. Вот так вот выглядит картридж. Он очень маленький. Если сравнивать его с картриджем от HAKA T12, то картридж от HAKA T12 будет значительно длиннее. Хотя вот в основании они абсолютно одинаковые. Возможно даже будут подходить. Заглушка затянута шестигранью. Чем он мне нравится, это тем, что его конструкция имеет вот такую вот обрешетку, в которой можно пристяживать без проблем провода с обратной стороны. У проводов копится очень много. Всякие роллы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...